26 октября 1917 года, то есть на второй же день после большевистского переворота, в Баку состоялся первый съезд Мусавадской партии. Его основным требованием было создание в составе России азербайджанской автономии. Но из-за хаоса, царившего в империи, этот вопрос остался открытым. В Азербайджане между различными политическими силами началась борьба за власть. 31 октября в Баку состоялось заседание Городского совета. Несмотря на то, что влияние большевиков в Азербайджане было слабым, с помощью коммунистически настроенных солдат они смогли занять все ключевые посты в исполкоме и взяли город под свой контроль. Председателем Бакинского совета был назначен большевик Степан Шаумян. Степан Шаумян был, конечно же, фанатичным большевиком. Причем я думаю, даже я бы сказал, что вообще он был человеком крайне, я бы сказал, левых взглядов даже в среде большевиков, даже в среде других социал-демократов. Крайне взглядов, особенно по вопросу национального. Власть коммунистов распространялась только на Баку. Остальной Азербайджан подчинялся Закавказскому комиссариату, который объединял Грузию, Армению и Азербайджан. Комиссариат был создан 28 ноября в Тбилиси на паритетных началах. И его правительство формировали основные партии трех стран. У Азербайджана в Закавказском правительстве было четыре представителя. Закавказский комиссариат, которым руководили противостоящие большевикам партии, не торопился объявлять независимость от России. Они ждали поражения коммунистов, чтобы регион вновь вернулся в состав России. Но все произошло наоборот. 5 января 1918 года большевики распустили Учредительное собрание России и установили в бывшей империи однопартийную диктатуру. Из-за сложившегося положения депутаты Учредительного собрания России, которые представляли Грузию, Армению и Азербайджан, 10 февраля 1918 года основали Закавказский законодательный орган СЕИМ. Основные политические силы, которые действовали за Кавказе, наиболее авторитетные. Даже, я бы сказал, включая не только мусаватистов и техадистов, то есть мусульманские фракции, но и многие другие, в том числе и грузинские меньшевики, и армянские дашнаки, они в принципе не выступали за отделение от России. Вот это самый интересный момент, который мы как-то обычно не достаточно зацениваем. Но они все единым фронтом выступали против власти большевиков. То есть власть большевиков для них была неприемлема. Особенно возмутил всех их факт разгона Учредительного собрания. 3 марта 1918 года в Брест-Литовске с Германией и союзными с ней государствами большевики оформили мирный договор, по которому Россия признавала свое поражение в Первой мировой войне. Этот договор для большевиков был единственной возможностью сохранить власть в стране. В соответствии с документом, Москва отказывалась от бывших сателлитов. Кремль потерял контроль и над Кавказом. По Брестскому соглашению, Кавказ оказывался в сфере интересов Турции, союзницы Германии. Весной 1918 года Турция начала на Кавказе военную интервенцию. И в апреле заняла Батуми, Ардаган и Карси. Через неделю Красная Гвардия уже перешла на наступление и заняла почти все города Бакинской губернии. После этой победы 25 апреля в Баку был создан Совет Народных Комиссаров, известный как правительство 26 комиссаров, которым руководил Шаумян. В апреле 1918 года Турки заняли западный регион Грузии. Угроза оккупации нависла над всем Закавказьем. Сейм попросил заключить мирный договор, но Турция была согласна начать переговоры только с независимым субъектом. 22 апреля 1918 года Закавказье объявило независимость от России. В результате чего на карте появилось новое государство – Закавказская Федеративная Республика. Турция и Германия, особенно Турция, будем откровенно говорить, она твердо настаивала на том, что будет вести переговоры с образующимся правительством Закавказья в том случае, если оно прогласит независимость. Этим и связано с тем, что в конце концов правительство Закавказского Сейма провозгласило независимость. Провозгласило независимость, надо говорить откровенно. Провозгласило независимость, независимость именно исходя из внешнеполитических задач. Несмотря на объявление независимости, международное положение Закавказья по-прежнему оставалось тяжелым. Весной 1918 года причиной разногласий между закавказскими народами стал турецкий вектор. Азербайджанцы рассматривали этнически родственных турок как союзников и с их помощью планировали освободить от большевиков Баку. Такая позиция азербайджанцев вызывала недовольство остальных фракций Сейма. Грузинские и армянские депутаты видели в Турции врага, который хотел завладеть закавказскими территориями. Внешние интересы и ориентиры грузин, армян и азербайджанцев уже не совпадали ни по одному из направлений. Грузия установила хорошие отношения с Германией, Армении обещали покровительство Россия и Великобритания, а Азербайджан наладил связи с Турцией. Народы Закавказья уже решили определять свое будущее по отдельности. В результате, к концу весны 1918 года Закавказский Сейм был распущен. 11 мая 1918 года в Батуми между Закавказской Федерацией и Турцией начались переговоры. На мирной конференции делегация Федерации признала протекторат Турции над Батуми, Карсом и Ордоганом. Но Стамбул неожиданно выдвинул дополнительные условия. Турция требовала передачи Ахалцыхской, Ахалкалакской и Ереванской губернии. Положение крайне обострилось. Грузинские, армянские и азербайджанские члены делегации опять не смогли выработать единую позицию. В такой ситуации Грузия попросила помощи у Германии, которая присутствовала на батумских переговорах в статусе наблюдателя. Между Турцией и Германией еще в апреле было заключено соглашение по поводу перераспределения сфер влияния на Кавказе. Вместе с тем, у Берлина в регионе были и свои экономические интересы, и он не хотел чрезмерного усиления влияния Турции. В ответ на обращение грузин, правительство Кайзера посоветовало Грузии выйти из состава Федерации и объявить независимость. 26 мая 1918 года в Тбилиси состоялось последнее заседание Закавказского Сейма, на котором депутаты приняли решение о распуске Федерации. Государство, охваченное постоянной анархией, через 34 дня прекратило свое существование. В тот же день Грузия объявила независимость. Из-за создавшегося положения депутация мусульманской фракции Сейма собралась на чрезвычайное заседание и приняла решение создать Временный национальный совет Азербайджана. Новое правительство Азербайджана возглавил бывший депутат Российской Государственной Думы Фаталихан Хойский. Из-за того, что Баку контролировали большевики, временной столицей страны азербайджанские власти объявили Гянджу. Первой страной, которая признала независимость Азербайджана, была Турция. 4 июня между двумя государствами был подписан договор, по которому Турция брала обязательства по оказанию Азербайджану военной помощи. Считать союзников Азербайджана у них приходилось. Союзник был. Это была Турция, которая, кстати, 4 июля, 4 июня со всеми сторонами за Кавказским заключила договор. Батумский договор знаменитый. И поэтому Азербайджан охотно шел на это соглашение. Он видел в Турках себе союзников. Это было оправданное, так сказать, мнение. Другого союзника найти было невозможно. И, собственно говоря, они заключили договор о взаимной помощи. Это была реальная возможность получить военную поддержку. 5 июня 1918 года по просьбе азербайджанского правительства в Гянджу вошла дивизия турецкой армии. Под руководством турецкого генерала Нури Баши в Азербайджане началось формирование Исламской армии Кавказа. Ее основное ядро составляли азербайджанские подразделения, хотя в ней были объединены также две турецкие дивизии и дагестанский конный полк. Введение на территорию Азербайджана турецких частей бакинское большевистское правительство расценило как объявление войны. 6 июня Красная гвардия Шаумяна начала наступление в направлении Гянджи. Но коммунисты потерпели поражение. 20 июля войска Нури Баши взяли город Шемаха. До Баку оставалось всего 16 километров. Приближение Исламской армии вызвало в Баку политический кризис. 31 июля правительство Шаумяна ушло в отставку, передав власть в городе коалиции меньшевиков, эсеров и ташнаков. Новые власти обратились за помощью к военному штабу английских войск, размещенных в Иране. На основании этой просьбы Великобритания ввела в город воинский контингент из тысячи человек. Впрочем, это не смогло повлиять на общую ситуацию. 14 сентября Исламская армия Кавказа начала решающую атаку в направлении Баку. Ночью, 14 сентября 1918 года, армия Нури Баши, в которой числилось 8 тысяч турецких аскеров и 6 тысяч азербайджанских добровольцев, прорвала линию обороны противника у Баку. Стало ясно, что коалиции не удастся сохранить за собой город. За несколько часов коммунисты покинули Баку. Из окруженного города большевики бежали по морю, на кораблях. Среди них были и знаменитые 26 комиссаров бакинской коммуны. На следующий день, 15 сентября, в Баку появились передовые части Исламской армии. Честь первыми войти в город досталась азербайджанским формированием. Баку был объявлен столицей Азербайджана. Продолжение следует...